Всем привет господа, с вами Мистер Чезер, вы смотрите мой Жестплей канал И сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от такой игры, как Фортнайт Королевская Битва Да, это новый режим для Фортнайта, который я пропустил по одной лишь причине, что Как бы, чтобы поехать в Фортнайт сейчас, вам нужно его покупать, не все так просто, не все так однозначно Хотя разработчики обещают, что Фортнайт в 2018 году, где-то там ближе к лету, станет бесплатным Вот, собственно, тогда мы, наверное, его и заценим, потому что лично у меня нет лишних 1200 рублей на игру, которая непонятно как работает, что она еще не доделана и все в таком духе, типа зачем 1200 рублей стоят игры, которые уже, скажем так, не в каких-то там ранних доступах, а которые являются законченным и классным продуктом А вот, касательно режима, как он называется, Battle Royale, да, то есть Королевская Битва, на этом мы давайте сегодня посмотрим Потому что лично я человек максимально далекий от всяких вот этих вот Battle Royale игр То есть, у меня нет ни пубга, ни какого-то там каллинга, ни еще каких-то таких вот других игр Но, с другой стороны, я с этим видом игр знаком То есть, я витосики всякие смотрел, как это говорится, всякие стримы смотрел и все в таком духе То есть, я хоть и человек максимально далекий от этого нового веяния, такого хайпового, прямо трендового веяния в игровой индустрии Но, тем не менее, чуть-чуть с этим делом я знаком, то есть, совсем самую малость Благодаря всяким видосикам и стримам, которые я смотрел Ну, и, как сказать, у меня нет лишних денег на тот же PlayerUnknown's Battlegrounds Чтобы, собственно, ручно это заценить и посмотреть, что это такое, чем его едят А тут вот вышел режим бесплатный для игрушки Fortnite Которая тоже, как я уже сказал, будет в скором времени бесплатная Ну, где-то через полгодика, как ее разработчики из Epic Games немножко допилят и дошлифуют Так что, в целом, давайте посмотрим, что это такое, с чем его едят Как я уже сказал, для меня это что-то новое Потому что я лично не играл еще ни в какие-то, ни в Каллинг, ни в H1Z1, ни в PlayerUnknown's Battlegrounds Ни в какие-то, либо еще другие игры схожей тематики и схожего жанра То есть, Королевская битва, Battle Royale Так что, давайте вместе посмотрим на протяжении где-то получаса Ну, или, не знаю, как получится Потому что игры такого жанра не зависят от какого-то там определенного количества времени А, как вам так правильно сказать Вас попросту кидают на карту И там, если вы первые словили хендшот, это ваши проблемы Заодно и посмотрим, что из себя представляет так называемый Fortnite Потому что, как бы, основная механика, основной геймплей Вроде как, остаются в этом бесплатном режиме неизменным То есть, вы можете собирать всякие вещи Строить что-то, ломать какие-то объекты на карте То есть, этакий Майнкрафт С хорошими текстурами только И, в принципе Давайте просто на это посмотрим Я, как сказал, ни разу не играл в игры такого жанра Сейчас для меня это что-то новенькое Давайте посмотрим Игра нещадно уже лагает Офигенная оптимизация Ага Все, разлагал Не, игра отлично работает Только что-то сейчас вначале оно протупило И до сих пор провисает Видимо, разработчики Fortnite не научились На горьком опыте Своих коллег из... Как они там называют себя? Короче говоря, от разработчиков PUBG Не научились, что оптимизацию надо на начале завозить Так, мы что-то можем строить, кстати Строить материал Повернуть Смысл? Зачем поворачивать? Ладно, можно построить что-то Редактировать Строить какие-то заборчики Прикольно Так, можно мне назад То есть, как бы элемент строительства из Fortnite Вроде как неизменный остался Все это прикольно Так, у меня вроде какой-то стандартный персонаж Я не знаю, как это, что и будет работать В общем, давайте посмотрим, что это Такое, с чем это идет Кто-то уже с пушками Как это вы делаете, я не знаю Кстати, мне интересно было посмотреть на настройки графики Пока там не начался матч И все повисло Так, графуни у меня самый максимальный Вертикалки нет Размытие движений вырубим Трава Еще чекать частоты кадров Не надо Ага Мы не на самолете летим на какой-то непонятной хрени На школьном автобусе, что ли? Батлбасс Боевой автобус Так, а как вы десантироваться? Ага, на пробел Не, я полечу дальше Вы там это, десантируйтесь Я чутка дальше полечу А как карту? Ага, карта на таб Блин, карта реально как батлграунд Тут, наверное, можно еще и маркеры ставить Да, можно Так, я, пожалуй, здесь десантируюсь И вот куда-то, не знаю, туда полечу Надо в какой-то город лететь Потому что если мы полетим, я не знаю Как это называется Не в населенный какой-то пункт То вообще смысла в этом не вижу Ну, хотя бы давайте вот Со мной кто-то еще сюда летит Да, летят Давайте Туда тоже дохрена Ладно, я туда полетел Тут какие-то контейнера Может быть, что-то там классное да найдем Надо сразу как-то в центр лететь Искать какую-то пушку и всех месить Ну, или дать по возможности противникам сделать то же самое Так, я, пожалуй, куда-то вот сюда Буря? Какая буря? Тут погодные эффекты есть еще Так, лутать Смысл в этих играх всегда Один, лутать Ну, блин, что-то частота кадров немного падает Ну, периодически, знаете, как-то неприятно Так, это выход, я понял Сюда нам не надо Что-нибудь есть? Знаете, какой-нибудь пистолетик Не знаю, киркой ломать противников не хочется И чувствую, что сейчас для меня опыт закончится очень неприятно Так, боеприпасы какие-то взял Не, фпс как-то падает Странно, причем это чувствуется Он как бы есть, но его как бы нет Так, тут уже кто-то пистолет нашел Пожалуй, надо отсюда теперь сваливать Ха, ясно Ясно, я, пожалуй, назад Там уже все с пушками Мне это очень не нравится Ну, хоть что-нибудь есть Я думал, тут контейнеры Думаю, тут, может быть, что-то до хрена всего есть А тут ни черта нет Нет, дядя, не стреляй Дядя, не бей Киркой поломаю Пошел нахер Пошел нахер Я буду защищаться Вот так вот для меня сейчас все быстро и закончится Аааа Так, а как? А что тут ни одного оружия нет? Вообще ни черта нет Ладно, первый опыт очень горький был Классно десантировался Ни одной пушки нет Хотя вы заметили, как бы Я тут вроде один И еще там пару чуваков со мной было И все То есть как бы в округе вообще ни черта не было Ладно, давайте еще разок Первый блин комом, как всегда Сама, почему у меня персонаж один здесь отображается А играю из-за другого Характеристики, которые пока поставить не можем Лидерборды тоже не можем посмотреть Главное меню непонятно Что тут можно делать Ну, в принципе, как и вижу Сейчас пока что такая одна менюшка И то есть мы в нее просто заходим и все Как-то так Кстати, касательно уже сравнения этой игры с Battlegrounds Там разработчики А, вот я вспомнил Bluehole называют себя разработчики из Battlegrounds Они там вроде уже приметили Эпиков, типа И уже там им какое-то письмо написали Типа Эй, ребят, вы что, типа, своровали идею и так далее Это, конечно, немного некрасиво, но С другой стороны С другой стороны тут В GTA 5 добавили тоже этот режим Королевской битвы То есть, как бы, понимаете, когда что-то Ой, я теперь за другую За черную женщину теперь Нееет Только не черная женщина Почему черная женщина? Можно мне нормального персонажа? Пожалуйста Слишком политкорректный у меня персонаж А если она еще лесбиянка? Ну это все, это пипец Тут, кстати, нет режима от первого лица Было бы клево Какой-то F, там, G Невозможно редактировать Игра, в принципе, работает неплохо Единственная проблема в том, что Какие-то вот странные дропы FPS есть Ну это ранний доступ В принципе, можно все списать на ранний доступ Тут уже кто-то с пушками Я не знаю, интересно Мы когда высаживаемся Тоже пушки есть у кого-то или нет? Такой вот интересный вопрос для вас Но пока что просто ждем Кстати, заметьте Типа Штрафные, как они называются? Ну на колеса надеваются В Америке есть такая фигня Типа, если кто-то припарковался неправильно То ему такую херню ставят Чтоб он не мог уехать Как бы FPS все странно ведет в игре То есть вот можно будет Когда перейдем к плюсам и минусам Посмотреть, типа Записать, что типа Из-за сырости раннего доступа FPS себя очень странно ведет Так, все Двери откроются через 15 секунд Карта вроде та же, да? Но мы с другой стороны теперь летим Так, Pleasant Park Река Лута Прикольно назвали Я бы в какой-то Грейси Гроу взгонял Или вот сюда вообще Ритейл Роу Я, наверное, туда потоплю Вот сюда, да Не знаю, зачем я маркер ставлю Но пусть будет Я, наверное, туда Бритейл Бритейл Роу Одинокая лоджия Не, прикольно, прикольно Мне это дело нравится Забавно это все выглядит Ребята увидели надпись Лут и сразу на речку десантируется Правильно Так и надо А можно просто мне улететь за карту Типа все И победить сразу А нет, там 20 секунд Я вижу, нам дается Все-таки на десантирование Так, все Мне вот туда Попробуем туда сгонять Посмотрим Может быть В этот раз Не повезет больше Потому что, знаете Как-то Лут должен быть разбросан везде Я стримы Баттлграунд смотрел Там лутецкий Ну просто везде был О, может быть сюда Что это такое Неизвестно Буря через 50 секунд Какая буря Кстати А, я тут был Тут уже нихрена нет Я, пожалуй, туда полетел В городе, может быть Хоть что-то будет Так, помимо меня Тут еще Три-четыре человека Хорошо Надо сразу идти в дома И пытаться что-то найти Потому что Как-то, знаете Я десантировался А ни черта нет Как это работает Я не знаю Так, все Сразу Ищем что-то Камень Отлично Алло ФПС Вернись ко мне Так Это сзади двор Ясно Мне не сюда О, пистолет Отлично Уже можно жить Еще, кстати Да, блин Почему так ФПС падает Ё-моё Игре что? ССД нужен какой-то Мегамощный Я не знаю Или процессор Звуки какие-то странные идут Так Буря Буря Патроны А будет нормальное оружие? Нет? Какие-то звуки странные Ломай дом На крыше может быть что-то? Не знаю Какие-то там странные звуки Но у меня есть хотя бы пистолет Целиться можно? Можно Отлично Все, я уже вооружен И готов убивать У меня, кстати Я прямо реально слышу Даже сквозь наушники Как мой жесткий диск Бедный Крутится Так А можно О, можно зайти Так Это что? Еще один пистолет Ну Я лучше себе заберу Чем кто-то подберет И будет меня им убивать Так Тут вроде еще никто не лутал О Стой, 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 стой Я тебя заберу Не, 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 не Ты так просто от меня не уйдешь Полуавтоматический Драть его в сраку дробовик Да какой-то звук Меня напрягает Сверху что-то Может быть я что-то построю Ступеньки какие-то Да, тут какой-то сундук Смотрите-ка на это Да е-мое Дай пройти Неплохо О, кто таково-то уже месяц Пожалуй пойдем поможем Так, а что я взял Какой-то Полуавтоматический Прикольный Но я лучше с дробовиком Дробовик надежнее Так, кто где В кого стрелял Ага Я вижу тебя Уже не вижу Я просто постреляю Потому что я могу Так, не знаю Надо как-то попытаться Поближе подойти Так, на икс у меня Какие-то бинты есть Или что-то такое Блин, прикольно Еще тем более ночью Тут все так, знаете, как-то Ааа, напряженочка чуть-чуть Где противник Где-то был Главное, чтобы по мне Никто не стрелял Вот это самое Пока что важное Нет Как это работает Я в тебя стрелял, сука Да ты что, сдурел Вот так тебе и надо, ублюдок Блин, короче Это игра про крыс Сидишь и крысишь Вот все, что могу сказать Пока что про пуп ГТ-то И пока что Ни одной удачи Мне вообще не свезло Строите крышу Чтобы защищаться От бомбардировки Какой бомбардировки Ладно, давайте Еще разок попробуем В рамках этого видео Пока что Меня не радует одно Оптимизация Очень бесит Дропы фпс То есть игра работает Отлично, отлично, отлично Потом хоп И фриз То есть я же говорю Эпики вообще не научились На опыте Плеера Нос Баттлграундс Что как бы Ну как бы Но вы понимаете, да Очень многие до сих пор Жалуются на пуп Что там очень плохая Оптимизация Даже на топовых системах Люди все равно Понижают настройки Не потому что там Чтобы траву убрать Да, какой-то Чтобы Как это сказать Чтобы видеть Кого-то там дальше Противников И чтобы Лучший был обзор Нет А в другом плане Чтобы Было Больше фпс Чтобы было Просто больше фпс У меня кстати есть инвентарь Можно даже Редактировать А И на альты Он тоже работает Отлично Я правда не понимаю Почему тут люди Уже с какими-то пушками И почему я опять играю За черную женщину Какого хрена Вот поэтому я помер В прошлый раз Потому что я черным играл Черные умирают первые Вот сейчас фпс Что-то мало Надо включить счетчик Чтобы вы это видели Счетчик с частоты кадров Давай Где он будет А где он Его нет Я его включил Но его нет Оно может быть еще раз Применить А вон он Справа зелененький 600 фпс То есть он Очень часто падает Это странно Видите там 40 было Только что Ну задержка 16 миллисекунд В принципе Неплохая Но мультиплеерным проектам Нужна задержка Поменьше То есть 10 миллисекунд А тут 16 16 это слишком много Ну может из-за того Что это ранний доступ Как уже много раз говорил Так мы теперь отсюда летим Ну фиг знает Я Наверное Пойду Сюда куда-нибудь Надо Навутаться Бля Все уже полетели Зачем так рано Подождите Вы куда В Эллин Вудс Интересно Там в лесах вообще Что-то есть Кроме леса Так Я туда пожалуй полетел Он к тем трем домикам Одиноким Может быть там Мне повезет Хотя можно еще куда-то Вот сюда например Не ну лучше сюда По центру карты Чтоб Я кстати до сих пор Еще не дожил до того момента Когда этот круг Начинает Сдвигаться То есть Еще же самая главная Особенность этого режима Королевских битв Это то что Типа начинает сужаться круг Заставляя всех Вон кто-то уже кого-то убил Так То что ты со мной Дружище Будешь играть Мне это не нравится То что Как бы круг начинает Когда сужаться Все начинает быть Очень весело Я могу спуститься Там уже все лутаются Алло Бежать 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 Я не знаю что это Но мне это надо Давай Обыскиваю Быстрей Так Есть автомат Неплохо Он очередями стреляет Серьезно Так Первая смерть Ну не моя В смысле Что Вот что С фпс Не подходите ко мне Я опасная Женщина Я в гетто Выросла Так Забираем оружие Чтобы противникам Не досталось Блин Мне не нравится Недостаточно боеприпасов Понял Мне не нравится То что Этот автомат Полуавтоматический Это хреново Но я тут вроде как Тащу даже Так На x Достаточно Боеприпасов Где мне взять боеприпасы Я тут все выстрелил уже Я всех тут в округе Поубивал Я мега жесткий У меня хотя бы Сейчас немножко Получается играть Что это такое Бомбы какие-то Защитное зелье Что за зелье Я не знаю Давай вбахнем его Так Автомат Полуавтоматическое Блин Не люблю полуавтоматическое Так Надо бы наверх залезть К этим ребятам Ага Тут уже все пропало Я понял Класс Налутался Троих или четверых Завалил А вон Круг все таки появился Смотрите-ка Надо бы линять отсюда Блин Отлично Просто великолепно Так Ну давай куда-то Сюда Кстати Карту нельзя приближать Жаль Это что за срань такая Ну если что У меня есть еще пистолет С 13 патронами всего Мне надо патронов Срочно Надо Найти патроны Так Я пока с вами воевать не буду Ребят Мне нечем О да Так Троечку Заменим Пожалуй Все равно патронов нет Так Куда бы сбегать Наверное сюда куда-то Хотя вон там бегают ребята Дальность прорисовки Кстати очень радует Реально приятно То есть видно Ай-яй Ты что охерел То есть реально видно Достаточно далеко А я могу по нему пострелять Интересно Ай патроны кончились Ты что с ума сошел Что так быстро то Кто на нас тут засел А Так Полуавтоматический дробовик Вот это мы пожалуй возьмем На это у нас патроны есть И пора отсюда Блинять Неплохо Вы смотрите Я тащу О Еще одна жертва Иди сюда скотина Я тебя видел Ну ладно Как это недостаточно боеприпасов Ты что с ума сошел А Ну тут да Тут у меня нечем было воевать Согласен Не ну в целом Этот матч мне понравился Да не собирай ничего Тут Дружище Ты меня убил Но у меня ничего не было У меня был только дробовик с патронами И все У меня не было ничего Ладно Давайте выйдем в главное меню И какие то итоги подведем В принципе Мне как человеку далекому Очень далекому От Жанра Королевской битвы В целом Данный режим Вот по 20 минутам Понравился Вот сейчас Когда я начал кого то Хотя бы убивать Мне уже понравилось Потому что когда ты десантируешься Не можешь найти ни хрена Ну вообще ни одного оружия И тебя сразу убивают Это Безит Так что давайте перейдем К плюсам и минусам В целом По первому плюсу Который Многих Наверное Сподвигнет Играть в данную игрушку Несмотря на то Что она распространяется Пока что Только через Epic Games Launcher Это то Что эта игра Бесплатная Первый Самый жирный плюс Который Выделяет Эту игру На фоне Других Своих Оппонентов Того же Пубга Там Я не знаю Каллинга Какие есть еще игры Я даже не знаю Я вот только помню Капа Каллингу Смотрел Видосики И вот Пубг Сейчас Ну PlayerUnknown's Battlegrounds На вершине Хайпа То есть Эта игра Выделяется В первую очередь Своей Бесплатной моделью Распространения Это реально классно Вы можете абсолютно бесплатно Скачать игру И абсолютно бесплатно В нее поиграть Это классно Это всегда приятно Второй плюс Ну Я не знаю Мне Опять же Я уже много раз это говорил Но еще раз повторюсь Мне как человеку Далекому Жанра Королевской битвы В принципе Эта самая Королевская битва Понравилась То есть Мне понравился Жанр Поэтому давайте В плюсы запишем То что Это достаточно весело В эту игру весело играть Вот по крайней мере По последнему Сражению Когда я начал всех убивать Это было весело И когда тебя даже убивают Когда у тебя нет Матронов Ты сидишь такой Ааа Господи Не бей меня пожалуйста Я тут уже пятерых людей убил Это весело То есть веселье Выделяет Это жанры И почему он стал популярным Я теперь понимаю Хоть я чуть-чуть поиграл В игры этого жанра Это веселье Это весело Это Дух соперничества Понимаете Отсюда вот Из веселья Вытекает еще один плюс Который я опять же Выделю Это Дух соперничества Особенно Если вы там В компании С друзьями То я так понимаю Включается режим команды И вы играете командами И все в таком духе Это прикольно Но я У меня нет друзей особо Поэтому я играю один И как бы Для меня эти команды Это такое Дело десятое Так что Веселье И дух соперничества Это реально классно Это В этой игре Чувствуется Что еще по плюсам Это Наверное То что Простенькая графика Которая позволит Запускать эту игру Даже на Средненьких И слабеньких Компах Хотя вот Как вы видели Дропы фпс были Но я не знаю Из-за чего это Может быть Этой игре нужен ССД накопитель А не Жесткий обычный диск HDD Как у меня Потому что У меня ССДшки нет Эта игра простая В графическом плане И соответственно Позволит запускать Себя на Большом количестве Компов То есть В отличии от Пупга Который постоянно Глючит и так далее Где даже на Топовых системах Игра лагает Как бы Эта игра Отлично выделяется Что по минусам Теперь Из-за Сырости Раннего доступа Дропы фпс Вот эти вот Фризы Даже давайте Напишем Не дропы фпс А фризы Бесят эти фризы Я не знаю Может у меня Такие особенности Этой игры Но Фризы Они бесят Че еще Например Бесит Ну я даже не знаю То что наверное Игра распространяется Сейчас Только через Эпик Геймс Лаунчер То есть Ну блин Добавьте вы ее в стим Вы знаете Какая популярность будет Разработчики уже Кстати отчитались Ну разработчики Фортнайта Что Их Бесплатная Вот эта вот версия игры Королевской битвы Скачала уже Свыше миллиона Человек Это неплохо Учитывая то что Этот режим Запустили там Пару недель назад Около того Это очень Недурно Соответственно Запустите вы Эту игру в стиме Ё-моё Отдельную Вот эту вот Часть И я Уверяю Вы отпустите Большой кусок У пубга Потому что Пубга надо покупать А фортнайт Баттл рояль Не надо Пустите вы В стим Нахрена вам Этот ваш Гребаный Я вообще не понимаю Эту тупую тенденцию Каждой студии Юбисофт Электроник Артс Бефезда Каждая Сука Студия Хочет запустить Свой какой-то Лаунчер Свою какую-то Социальную Такую Платформу Которой никто Не пользуется Или пользуется Только из-за Какой-то Одной игры Те же Близзарды Со своим Баттлнетом Нахрена Выпускайте все В стиме У вас будет И популярности Больше И игроков Больше И геморроя Меньше Но ладно Этим большим Студиям Монополистам Беднее Так что Да в принципе Вот Фризы Бесят Бесят то что Игра распространяется Только через Свой Лаунчер От эпиков Да в принципе Все по минусам Как-то Не знаю Больше ничего Выделить я не могу Это достаточно Клевая Бесплатная Забава Можно так сказать Альтернатива Пупгум Или например Если вы такой же Далекий От данного Жанра Королевских Битв Игрок Такой же Как и я Который Вообще Не играл В игры Этого жанра Но хочет Попробовать То Fortnite Королевская Битва Это будет Отличная Скажем так Возможность Вам Пощупать Что же Это такое Баттл Рояль Или же Королевское Битство Почему так много Хайпа Вокруг этого Пупга И так далее То есть Вот эта игра Вам это позволит Ну а на этом В принципе Все господа Спасибо всем Большое За то что Смотрели Данный видосик Возможно Я постремлю Эту игру Возможно Нет Я не знаю В принципе Мне все это Дело понравилось Ну так вот Если подводить Итоги Так что На этом все Если вы успели Поиграть в данную Бесплатную версию Fortnite Конкретно В этот режим Королевской битвы Пишите в комментариях Понравился он вам Не понравился Были ли у вас Такие же фризы Как у меня Может быть Это чисто у меня Такая проблема Хрен его знает Может систему Почистить надо Может реально Надо игру на SSD накопить Накопитель накатить Не знаю В общем В принципе Господа На этом все С вами был Мистер Чейзер Подписывайтесь С вами пока что Маленький канал Если вы тут Вдруг впервые Оставляйте свои Доброжелательные И не очень Комментарии Не забывайте В группу Вконтакте Заглядывать Там много всего Интересного А на этом все С вами был Мистер Чейзер Всем удачи И всем пока Еще увидимся